Звучит невероятно, но ученые обнаружили корневую сеть, которой 385 миллионов лет. Окаменевшая сеть корней привела их в восторг и заставила по-новому взглянуть на то, какими были первые в мире леса. И они выглядели совсем не так, как мы себе представляли. Под старым карьером дорожного департамента недалеко от Каира в штате Нью-Йорк обнаружились остатки могучего и зрелого древнего леса. В этом месте произрастали по меньшей мере три вида самых ранних в мире древовидных растений. Но эти растения совсем не были похожи на деревья. Одно из них напоминало гигантские стебли сельдерея. Второй вид напоминал сосну с волосатыми листьями, похожими на папоротники. А третья выглядела как пальма с луковичным основанием и ветвями, тоже похожими на папоротник. Как будто эти растения не могли решить, кем хотят стать, когда вырастут. Первобытные деревья были довольно старыми и большими, поэтому они не росли плотно друг к другу. Они были разбросаны попоями, которая менялась в зависимости от времени года. И хотя засушливые периоды были регулярной частью цикла, древовидные растения отлично себя чувствовали в полузасушливых условиях. Их корни приспособились и к кратковременному затоплению, что вызывает недоумение, поскольку растения не должны выживать в таких условиях. Дальше все становится еще более странным. Другие деревья в этом районе были лучше подготовлены к нехватке воды. Там нашлись вымершие растения, похожие на сосны, с более глубокой корневой системой, которая могла распространяться на 11 метров в ширину и 17 метров в глубину. Эти растения были более развиты, чем папоротникообразные, и имели настоящие листья, способные к фотосинтезу. Они словно хвастались своим развитием. Почему же папоротникообразные деревья доминировали в доисторических дельтах рек, а сосновые в поймах? Похоже, им не было особого дела до источников воды, которые могли бы разносить их гены на большие расстояния. Может, они были бунтарями без причины, росли где попало, и не заботились о том, что думают другие. В любом случае, эта находка впечатлила эволюционных экологов. Они поняли, что самые ранние деревья могли колонизировать различные среды и не ограничивались влажными районами. Кто бы мог подумать, что деревья настолько универсальны? КОНОВАНИЕ Продолжение следует...